Семейные традиции, большие и маленькие, казахстанцы назвали одним из главных факторов крепкой семьи брака. Абсолютное большинство опрошенных корреспондентами Астана Таймс отметили, что именно традиции объединяют и делают добрее. И именно о них обычно с гордостью говорят, у нас в семье так принято. В нашей семье это есть как минимум встреча за одним столом всех родственников на днях рождениях, на национальных праздниках. Независимость от того, как и национальность, потому что наша семья празднует все праздники, которые отмечает Казахстан. Так как у меня большая интернациональная и многонациональная семья, поэтому мы всей нашей дружной, так скажем, командой на Пасху красим яйца, печем куличи вместе с моей свекровью, второй мамой, на наурыз вместе с моей мамой и нашей семьей мы готовим баурсаки, делаем бешпармак. Также мы не забываем татарские традиции, это сабантуй, наше любимое лакомство на столе это чак-чак. Я его научилась делать после того, как сразу вышла замуж. Теперь, став уже тоже бабушкой, понимаю, насколько для меня была дорога моя бабушка. И как легко и светло жилось в семье, когда были бабушка, дедушка. Мама с папой могли спокойно заниматься работой, где-то что-то, понимаете, отвлечься. И я даже помню, что даже когда собралась замуж, я первая пришла к бабушке. Первая об этом узнала моя бабушка, потому что я настолько ей доверяла, знала, что это будет тепло, что меня не осудят. То есть вот эта вот преемственность, вот такого общего общения, какого-то обсуждения с бабушкой, с мамой, принятие каких-то общих решений, вот таких семейных, внутренних, оно у нас было всегда, я стараюсь это сохранить дальше. Но мы все равно собираемся очень часто, дни рождения обязательно отмечаем. Говоря о детстве, мы не удержались от вопроса, который задавали, наверное, каждому ребенку. Кого ты любишь больше, маму или папу? Эти воспоминания вызвали теплые улыбки. В детстве я больше любил свою собаку. Я, конечно, не могу так сказать. Вдруг они смотрят сейчас этот сюжет. И я, наверное, люблю каждого по-своему. Но все-таки я, конечно, папина дочь. Ой, трудно сказать. Потому что я и часто считаю, что у папы и у мамы не, собственно говоря, особенные собственные функции. И мне трудно сказать. И папа, наверное, был строже, чем мама. Это понятно. Вот. Но, не знаю, обоих любила крепко. У нас очень хорошие мамы и папы были. Папа вообще все для семьи делал. Но он как-то меньше с нами общался, потому что больше все-таки мы общались с мамой. И она, если мы что-то напроказили, она нас поругает. И потом говорит, смотрите, а то я отцу скажу. Хотя он нас никогда пальцем не трогал.